всем привет привет добро пожаловать на мой канал сегодня будем переделывать мою правую ручку с того момента как я ее сделала прошло уже две недели посмотрите сколько отросло видео с этим маникюром уже есть на канале кому интересно я оставлю ссылку внизу в описании можете пройти посмотреть здесь и тестировала материал от born прийти что могу сказать об этих материалах в общем база мне понравилось но на моих ногтях она плохо носится на квадратах посмотрите они меня скололись и почти на всех пальчиках отслоились по уголкам меня так происходит со всеми материалами потому что мой ноготок скручивается при отрастании и никакой материал его абсолютно не держит только укрепление гелем когда я выпиливаю натуральный ноготок но так как я немножко ленивая я делаю базу потому что это быстро и легко база от born прийти средней жесткости она не сильно мягкая но и не слишком твердая как бы мне хотелось изнутри хорошо видно как отслоились натуральные ногти давайте поскорее будем их снимать когда снимаю керамической фрезой видно что цвет меняет свой оттенок на более светлый потому что нагревается а у меня здесь термо гель-лак не очень сильно мне понравился этот оттенок не с удовольствием я отходила две недели но так как у меня постоянно не было времени и желания то дотянуло до двух недель хотя в видео говорила в предыдущем ну где делаете ноготочки что похожу всего лишь недельку в итоге две недели снимаю керамической фрезой с красной насечкой потому что здесь укрепление база и синяя насечка здесь просто не нужно на видео может показаться что я очень ловко справляюсь фрезой левой рукой не рабочий так как я правша но на самом деле это не так и дальше видео вы увидите я себя поранила почти на всех пальцах пилочкой 180 на 240 грит придаю приблизительную форму потому что я хочу до нарастить некоторые уголочки камуфлирующей базой не знаю получится у меня или нет давайте будем экспериментировать также я убираю неровности от фрезы и остатки гель-лака апельсиновой палочкой приподнимаю и отодвигаю кутикулу кстати кто знает почему она называется апельсиновая палочка она и вправду сделана из дерева апельсина пишите в комментариях так как я сегодня работаю левой рукой то взяла безопасную фрезу чтобы не наделать себе пропилов где-то на 12 и 16 тысячах оборотов вычищаю птерики работой с переключением реверса но у меня что-то пошло не так и левые синусы никак не хотели вычищаться на безымянном пальчике и на среднем я все время возвращалась к среднему пальчику хотела дочистить поглубже эти синусы но мне ничего не получалось в итоге я все-таки поранила себя на безымянном пальчике но уже правда другой фрезой поменяла направление фрезы и начиная работать в правых синусах кстати на указательном пальчику пальчики у меня никаких проблем не возникло а на среднем я поменяла направление и убрала вот эту торчалочку которая мне так мешалась правда безымянный немножко пострадал но ничего страшного себе можно шариком с синей насечкой здесь я рискнула взялась синюю насечку он такого большого диаметра начиная срезать кутикулу и то что он синий насечкой это не сыграло мне на пользу я почти все пальчики пропилила если честно я даже не почувствовала никакой боли или дискомфорта только когда уже я обезжирила ногти и увидела что у меня почти все пальчики красные после такого острого шарика я взяла очень лысую фрезу пламя и чуть-чуть очищаю синусы и чуть-чуть прочищаю щупок кутикулы чтобы немножко ее приоткрыть когда начала обезжиривать ногти почувствовала очень неприятные ощущения так как я обезжириваю спиртом открытые рамки спирт очень так неприятненько было я была уверена на сто процентов что мне будет камуфлирующая база потому что я повторюсь лениво я мне не хотелось прокрашивать цветной цветной гель-лак под кутикулу еще и на правой руке поэтому я выбрала как на мой взгляд самый подходящий оттенок камуфлирующей базы от виктория обдеева видео также уже есть на канале кому интересно можете пройти посмотреть ссылка будет в описании это база с очень красивым мелким шиммером я не стала наносить никакой праймер дегидратор никакой прозрачной подложки сразу наношу цветную базу сначала тонко промазываю весь ноготок и затем делаю небольшое выравнивание так как я работала левой рукой мне было очень комфортно работать этой базы у нее очень такая подходящая консистенция она не жидкая не слишком густая хорошо сама выравнивается и что самое главное она почти не печет в лампе мне всегда все печет все материалы но эта база вообще мне не пекла чуть-чуть нагрелась я даже руку не доставала ни разу обязательно переворачиваю пальчик чтобы сформировался апекс очень много положительных комментариев было под распаковка с этими материалами многие говорят что они хорошие но и вправду цена у них не очень низкая я надеюсь что качество у них оправдает свою цену после просушки основного выравнивания я ставлю небольшое количество этой же базы на палитру и кисточкой по воздуху достраиваю как мне кажется недостающиеся углы это все они занимают очень много времени я делаю все с промежуточными просушками но нужно очень хорошо их просушить потому что мне на некоторых пальчиках не досохла и отвалилась мое наращивание за кадром я сняла липкость и опилила все ноготочки а сейчас с вами уже буду выполнять дизайн мне понадобится вот такой вот кель-лак вы его еще не видели он выйдет следом за этим видео распаковка будет это голографические блестки разных размеров делаю растяжку от кутикулы на среднем и безымянных пальчиках помогаю себе кистью для градиента потому что левой рукой тонкой кистью неудобно растягивать эти блестки но все равно градиент блестками выполняется очень быстро обязательно просушиваем эти блестки и я решила добавить несколько снежинок вот эти наклейки я храню в обычном альбоме для фотографий купила его у мог в магазине кстати также в китайском магазине стоит он евро 50 и разместила туда все свои наклейки я купила таких два альбома мне все равно не хватило очень классно что эти наклейки на прозрачной подложке можно подбирать сразу вот к ноготочку прикладывать но есть один минус если вам рисунок не понравится вы уже его приклеили то вам уже не удастся его отодрать мне пришлось спиливать бафиком потому что этот олень он какой-то полупрозрачный и его почти не было видно поэтому я его спилила бафиком напомню что перед тем как крепить наклейки мы обязательно снимаем липкий слой с гель-лака и затем уже крепим все наклеечки белым гель-лаком также от виктория авдеева я расставляю небольшие точечки также апельсиновой палочкой и потом за кадром я еще вытянула небольшие звездочки с этих больших точек обязательно просушиваю гель-лак лампы и перекрываю все ноготочки топом обязательно делаю небольшое выравнивание так как у нас были объемные точечки и крепили слайдеры вот такой зимний маникюр у меня получился ранки которые я надела конечно портят общую картинку но в целом маникюром я осталась полностью довольна сделала его очень быстро и мне он очень нравится если вам также нравится то не забудьте поставить лайк подписаться на мой канал мне будет очень приятно и всем до скорой встречи пока пока